Всем привет! С вами Ольга Сорокина и в этом видео я поговорю о скетчинге в Ленере в Новой Зеландии. Я покажу вам скетчи, которые я рисовала маркерами и акварелью. А также я поделюсь с вами своими топовыми советами о том, как рисовать, как скетчить регулярно, практически ежедневно. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной! Итак, добро пожаловать в Альберт Парк. Вот так он выглядит в начале июня. Здесь июнь, июль, август — это зимние месяцы. В общем, такая в Новой Зеландии прекрасная зима. Вечно зеленая трава, очень много вечно зеленых деревьев. Вот такие классные пальмы здесь есть. В общем, в этом парке он совсем небольшой, но здесь очень много интересных точек, с которых открываются прекрасные виды, которые прям хочется рисовать. Вы видите, да, такое сочетание небоскребов, индастриал и джунглей, деревьев вот с такими фантастическими корнями, с такими удивительными силуэтами, очень непривычными для русского глаза. Поначалу мне казалось, что это прямо что-то из парка юрского периода. И вот, кстати, первая зарисовка, которую я сделала в этом парке, парке Альберта. Такая башня с пальмой. Мне показалось это сочетание очень интересным, очень экзотичным. И сама башня невероятно красивая в архитектуре с такими деталями чудесными, с часами. Вот такие два маленьких и очень быстрых скетча я сделала. Это черный линер по материалам и мой самый любимый крохотный скетчбук от Мелискин. Кстати, маленький скетчбук это мой персональный секрет ежедневного рисования, регулярного рисования. То есть вот вам такой совет. Купите себе самый маленький скетчбук, который вы можете найти и берите всегда его с собой. Везде, постоянно. Потому что он помещается даже в самые маленькие сумочки. И везде и всюду он будет с вами, и всегда он под рукой. То есть вот этот крохотный скетчбук, он у меня всегда в любых обстоятельствах с собой в сумочке. Он, кстати, помещается даже в театральную маленькую сумочку, в которой реально меньше кошелька. Так что обязательно покупайте маленький крохотный скетчбук, берите его с собой. И мало ли что в этот день произойдет, мало ли куда ваш день вас приведет, в какие красивые места, какие виды он вам откроет. А скетчбук у вас всегда будет рядышком. Это, кстати, сейчас на фото арт-галерея, главная арт-галерея города Окленда, Тойотамаки она называется. Теперь мы выходим из Альберт-парка, проходим буквально минут 10 и попадаем в мой любимый самый парк Окленда. Это парк Домен. И здесь у меня был целый пленэр, ну и, конечно же, быстрые зарисовки маркерами. Этот парк уже намного-намного больше, чем Альберт-парк. Если Альберт-парк это такой парк-садик, то это уже настоящий такой полулес. Тут мощнейшие деревья, здесь очень легко заблудиться. Я, кстати, заблудилась в первый день, когда сюда пришла. Ну а деревья здесь просто поражают, восхищают, удивляют. Это что-то сверхъестественное, столько всяких маленьких корешков прямо в самой коре. Еще тут, кстати, очень странные грибы растут именно в этом парке. Они похожи на такие какие-то розовые куриные лапы. В общем, ужасно, но это очень необычно. Такие марсианские грибы. В этом парке есть музеи, в этом парке есть зимние сады. И здесь огромное количество таких потайных секретных дорожек, тропинок. И вот сейчас я вас хочу провести по моей самой любимой. Эта тропинка называется Lover's Walk, тропинка влюбленных. И она мне так нравится, потому что здесь есть вот такой чудесный водопадик. И когда здесь начинается сезон дождей, вода прямо, знаете, как в горной речке бежит. А когда обычная такая погода, пасмурная или солнечная, это такой нежный, красивый ручеек, очень живописный. Вот так он на солнце выглядит. Ну и давайте вернемся к теме, как рисовать регулярно. Итак, еще одно мое правило, это рисовать с утра. Я очень люблю рисовать в утренние часы, потому что лично у меня утром больше всего энергии, силы, силы воли. Да и вообще, такое начало утра, порисовать это просто замечательно. Вообще, что может быть лучше утренних зарисовок, и каким будет день наполненным казаться, и как все засверкает красками новизны и вкуса жизни. И главное, каким молодцом вы будете себя чувствовать, когда порисуете с утра. Вы даже не представляете, как здорово вы себя будете чувствовать. Вы будете ощущать, что вы молодец и просто умница, что нашли время порисовать, нашли время для себя. Ну вот, кстати, я вас привела на тот самый мостик, который я рисовала. Давайте по нему пройдемся. Он находится на той самой тропинке Лаверс Волк, тропинка влюбленных. Я очень люблю этот мост, он так здорово сочетается с буйной и пышной тропической природой вокруг. И мне так нравится его архитектура. А вот так он выглядит при солнечной погоде, еще прекраснее. Кстати, что мне нравится, особенно в этой тропинке, то, что здесь очень мало людей. То есть пока я рисовала мост, там прошел только один человек мимо. Давайте еще раз вернемся к теме регулярного рисования. Еще один прием — это пометить дату в календаре. То есть важно выделить время в неделе, конкретные дни, конкретный день, когда вы решите для себя, что в этот день вы будете рисовать. Важно буквально запланировать это время. Прямо сейчас возьмите и пометьте ярким маркером любую подходящую дату, день, когда вы более-менее свободны, и поставьте подпись «Рисовать» и посмотрите, что произойдет. У меня лично этот способ особенно хорошо работает, когда я почему-то не рисовала, например, целую неделю или две, и это начинает меня уже тревожить, потому что обычно я рисую каждый день, иногда через день, и тогда я применяю этот способ и делаю пометку в календаре. Попробуйте. Сейчас на видео, кстати, вишневая аллея, аллея сакуры. Она очень красиво будет цвести в ноябре, так что я этого ожидаю. И вот он мой пленэр, пленэр акварелию. Я как раз рисовала такой японский мостик. Он находится среди вот той сакуры, которую вы только что видели. Вот так вот я нашла какую-то скамейку заброшенную, даже сломанную, разложила все свои инструменты, бумагу, акварель, баночку с водой поставила и наслаждалась рисованием вот этого чудесного моста. Очень он красивый. Мне кажется, если бы импрессионисты Клод Моне его видели, они бы с удовольствием его захотели порисовать. Ну что же, друзья, я надеюсь, вам понравилось это видео и мои советы о том, как рисовать регулярно. И я хочу вас пригласить в мой блог о скетчинге маркерами. Там я рассказываю о городском скетчинге, интерьерном, рассказываю о материалах для скетчинга, например, вот как выбрать маркеры для интерьерного скетчинга. Так что заходите, ссылка вот она. Буду рада вас видеть среди своих читателей. Ну и если вам понравилось это видео, поделитесь, пожалуйста, им со своими друзьями, подпишитесь на мой канал и поставьте этому видео лайк. И, конечно, смотрите другие мои видео на канале.